Второй матч домашней серии хоккеисты Динамо Алтай провели против Магнитогорской Магнитки. Гости до этого поединка уже сыграли три матча и все проиграли. Возможно, это слегка расслабило нашу команду. Магнитные бури на льду Титов-Арены начались уже на девятой минуте. Гости забросили первую шайбу, позже удвоили преимущество, а во втором периоде установили счет на дабло 0-3. Единственную шайбу ворота гостей забросил Егор Смирнов. Итоговый счет 3-1 в пользу гостей. Мы не реализовали те моменты, которые у нас были, не забили большинство. Где-то нам не хватило еще одного-другого гола, чтобы почувствовать уверенность, вернуться в игру. Маленькое, не в игровом режиме мы были. Поэтому первое поражение. Спасибо болельщикам за поддержку. В следующем матче хоккеисты Динамо Алтай проведут уже завтра вновь на своем льду. Домашняя серия игр продолжится матчем против Челябинского Челмета. Начало поединка в 19.00. А так, сегодня утром в Барнаульском аэропорту встречали наших паралимпийцев. Ребята прилетели с Парижа, где весьма успешно выступили на паралимпиаде. Всего наша сборная завоевала 64 медали. Алтайский край добавил в общую копилку 7 различных медалей. Легкоатлет Александр Костин завоевал серебро в беге на 5000 метров и золото на 1500 метров. Плавец Роман Жданов также завоевал две золотые и серебряные медали. Лучший свой заплыв в карьере совершил Егор Ефросинин. Дистанция 50 метров. Пять паралимпийских чемпионов разных лет на одной воде. И наш земляк выиграл бронзовую медаль. В финальный день соревнований Егор завоевал еще одну бронзу на дистанции 50 метров батерфляем. Теперь наших ребят ждет небольшой отдых и время с семьей. Дмитрий Дроздов. День с толком.